В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Когда-то деревья, теперь пески. Жители дачных обществ Кривой Балки столкнулись с проблемой. Чем недовольны люди? Смотрите в выпуске. Учеба с комфортом. Ждет в скором времени учеников 42-й столичной школы, в которой идет капитальный ремонт. Побывал там и премьер-министр республики. Развитие Дагестана за новым поколением. В Махачкале чествовали выпускников, которые получили на едином госэкзамене 100 баллов. Новые деньги России. В Дагестане появятся обновленные 100-рублевые купюры. Три человека погибли в результате ДТП в Хасавюртовском районе. Столкнулись два автомобиля. В результате скончались оба водителя 55 и 22 лет, а также 23-летний пассажир «шестерки». Причина ДТП – выезд на встречную полосу движения. Садоводы, доведенные до отчаяния. Сотни представителей дачных обществ Кривой Балки выступают с протестом на протяжении нескольких лет. Близлежащий карьер по добыче песка в буквальном смысле слова отнял у людей жизненное пространство. И на этом останавливаться, похоже, не собираются. В ситуации разбиралась моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Этот одинокий дом – единственное, что не поглотил песочный карьер. Более двухсот хозяйств и все, что находилось на этой огромной территории, было варварски уничтожено. Под каталованами оказались плодоносящие деревья, вагоны, ограждения и даже дорога. Все то, что садоводы десятки лет создавали своими руками и наличные средства. Вообще неизвестно, что будет здесь. Это же экология. Ну как можно относиться так? Дороги тянулись за наши деньги, дачные. А они это все уничтожили. Там дороги нету, ничего. Все уничтожили. Беда пришла еще в 2014 году, когда решением Минимущества и Минприроды часть общества отдали под разработку карьера по добыче песка. Дачники говорят, земли, по сути, продали вместе с людьми. Вопрос на основании чего такое разрешение было выдано, остается без ответа. Это регуляционная зона. Плюс ко всему, согласно федеральному закону, ближе 500 метров к населенному пункту категории копать нельзя. А вы посмотрите, рядом населенный пункт, поселок Сулак, вот дачные общества, где 600 участков, домовые виды кругом, они прямо копают на территории дачного общества. Более того, по нашим жалобам, на сегодняшний день их лишили лицензии ООО «Имраш». Лицензия аннулирована. Но они продолжают. Подвергли их штрафу, крупному штрафу Минприроды, по нашим жалобам. Тем не менее, они умудрились кому-то передать документы. И те, которые шли, новыми хозяевами, копают по следующий день, поскольку они ночью воруют, днем копают. Незаконность действия подтверждает и прокурорская проверка. В документе сказано, ввести добычу разрешено на 70 гектарах. При этом в Минимуществе региона не стали даже проверять территорию на предмет проживания людей, а просто глянули на кадастровую карту, где о наличии дачников ни запятой, ни точки. Но люди всегда были за законную регистрацию своих участков. Здесь развили мы участки, обработали их, что построили, что могли. Вот теперь вроде пошла дачная амнистия и так далее. Нужно как-то узаконить то, что зеленку. Попытались мы оформить зеленку. Нам сказали, нет, извините, эта территория принадлежит лесу промхоза. Но ведь запущено все, продано все. А почему-то вот этот участок, они нам не могут его отдать. Под разными предлогами людям отказывают, мочивают. По 7-8 раз люди подают документы на регистрацию. Идут отказы. Это нарушение федерального закона. Есть же федеральный закон. Там четко написано, я уже ранее озвучил это. Администрации и юристы прекрасно об этом знают. При наличии трех документов. Копии паспорта, копии садоводской книжки. Выпуск из протокола общего собрания подписанным председателем правления. Муниципальное образование обязаны без препятствия оформлять правила собственности. То есть администрации города, наоборот, должны помочь людям, чтобы они оформили право собственности. Итого получается. Есть земля, люди и карьер, который стремительно все это поглощает. И похоже, что до этого мало кому есть дело. Поэтому в отчаянии люди обращаются к руководству республики с просьбой обратить внимание на их проблему. Товарищ Мериков, обращаемся к вам в связи с тем, что здесь творится полный беспредел. Просим, принят нас человек пять старых дачников, как говорится, которые знают всю ситуацию и объяснить вам все эти безобразия, которые здесь творятся. Адл Муслимов, Дл Муслимов еще раз посетил Махачкалинскую школу номер 42. В прошлом месяце председатель правительства республики уже проверял ход капремонта данного учебного заведения и пообещал вернуться, чтобы увидеть темпы работ. Девушки хорошие, они в магазине. Не, не, они в магазине. Здесь они тоже сейчас мешают. Когда нужно, вот этаж закончат, сразу поеду, возьму и сразу поставим. Здесь потому, что друг другу мешают. По словам представителя подрядчика, на сегодня здесь почти на 100% заменена кровля и обновлен фасад. Также проводятся электромонтажные и различные внутренние отделочные работы. Мы вот новую школу делаем, а эти, она где-то в связи с тем, что внизу, имеется в виду, находится в лощине, в лощине, там никакого вида тоже нет. И поэтому давайте вот это все уберем. Вот это карагачи для чего? Он же не нужен. А вот это канадскую тополь, его нужно оставить, она уникальная дерева. И остальные все вот такие деревья убрать. И лучше будет, вот и мое мнение, такое, если вы сразу начнете территорию тоже. Глава города Махачкалы Юсуп Умавов отметил, что как только завершатся строительные работы, администрация приведет в порядок и близлежащую территорию. Напомним, что данные работы проводят в рамках региональной программы модернизация школьных систем образования Республики Дагестан. На проведение капремонта государством выделено более 100 миллионов рублей. В Махачкаре чествовали 100 бальников. Церемония состоялась в одном из столичных заведений. Начальник городского управления образования Мурат Шафиев в своей вступительной речи сказал, что развитие республики именно за такими ребятами. Дагестан по праву может гордиться ими. Угощения, слова благодарности и пожеланий подкрепили еще и грамотами. Слово Кариму Гамаеву. Сегодня по поручению главы города Юсупа Умавова провели встречу с нашими выпускниками-стобальниками, которых в этом году у нас в городе в муниципальных школах 11. И в такой непринужденной обстановке провели обед совместный, пообщались, поговорили, послушали, уделили внимание. И вот от лица управления образования города отметили благодарностями. Почему? Потому что считаем, что на самом деле таких детищек, таких ребят надо поддерживать. Уютная обстановка, душевные разговоры и напутственные слова. Встреча такого формата прошла впервые. Как оказалось, это стало неожиданным сюрпризом для самих выпускников. Я очень рад такому вниманию, так как я не ожидал его, во-первых, вот такой встречи не ожидал, потому что после встречи с главой, я думал, уже ничего не ждет, ничего не ждет по этой теме. Но начальник отдела образования собрал нас всех еще раз, дал напутственные слова, поздравил всех. В ходе встречи говорили о многих нюансах сдачи итогового экзамена. Нужно готовиться не только заучиваясь все правила, но и настраиваться психологически. Сошлись на том, что не так страшен экзамен, как им пугают. ЕГЭ – это вообще не конец света, это один из возможных путей. А этих путей очень-очень много. И я вообще не считаю, что ЕГЭ – это показатель чего-то, если честно. Но я рада, что мне такие высокие баллы. Я хочу пожелать всем выпускникам, чтобы они на самом деле вообще не боялись и не слушали то, что говорят, что ЕГЭ – это на самом деле что-то страшное. Это все очень решаемо. И самое главное – взять все в свои руки, поверить в себя и просто делать. Просто работать над собой и готовить себя не только теоретически к предмету, но и ментально быть готовым к тому, что там будет. Подобные встречи городское управление образования будет проводить и в дальнейшем, всячески поддерживая всех выпускников, закончивших школы на отлично. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. В Дагестане теперь появятся обновленные 100 рублей. Жители и гости республики уже могут получить их при наличных расчетах. Данные банкноты будут выпускаться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне со 100-рублевыми купюрами образца 1997 года. Модернизация российских денег – это требование времени. Дизайн большинства банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывался почти 30 лет назад. Назрела необходимость их усовершенствовать. Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей. Они яркие, современные и, что важно, имеют усиленный комплекс защиты от подделки. В селении Сюгут Хивского района завершилось строительство мечети, которая длилась три года. Это первая мечеть в населенном пункте, жители которого переселились сюда из двух заброшенных сел. Здание они возводили на собственные средства. Имам мечети, при которой функционирует и медресе, выпускник Дагестанского исламского университета. Пошло около 40 человек. Ребята тоже учатся. И девушки тоже здесь. Около 15-20 человек, они тоже приходят учатся. И еще огромное спасибо районам имаму. Он тоже помогал. Он тоже финансами, тоже помогал. И словами тоже он помогал. Дай Аллах всем спасибо. Магомед Анкалаев узнал имя нового соперника. Свой следующий поединок дагестанский боец проведет на турнире UFC 21 октября в Абу-Даби. В сопернике ему достался боец из Бразилии, шестой номер рейтинга Джонни Уокер, который идет на серии из трех побед в лиге. Анкалаев в последний раз выходил в октагон в декабре прошлого года. Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блоховича завершился ничейным результатом. До этого Анкалаев одержал 9 побед подряд. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова